Здравствуйте, дорогие друзья, канал Теплоресурс, меня зовут Александр. И в этом видео мы поговорим о повышении давления в системе водоснабжения частного дома. Это видео будет полезно тем людям, кто проживает в частном доме, но у них центральное водоснабжение, а также людям, проживающим в квартирах, у кого достаточно плохой водоразбор, кому постоянно не хватает воды, и у кого постоянно существуют проблемы с давлением водоснабжения. Когда же вообще такое случается? Так как центральное водоснабжение не всегда рассчитано правильно, то в часы пик при большом водоразборе, когда все в 8 утра всем поселкам собираются идти в душ, когда наступает время полива после заката, и вот именно в эти моменты обычно не хватает воды, и существуют определенные проблемы с давлением в системе вашего водоснабжения. Так вот с этой проблемой мы поможем разобраться. Ребят, сейчас отвлекитесь на секунду, подпишитесь, пожалуйста, на канал, вот здесь вот кнопочка есть подписаться, и поставьте лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, для вас это бесплатно, а нас это мотивирует делать все больше и больше новых видео. Ну что ж, решать проблему недостаточного водоснабжения мы будем при помощи бака пластиковой емкости и насосной станции. Давайте начнем с основной части нашей схемы повышения давления водоснабжения. Это пластиковый бак. Пластиковый бак у нас должен устанавливаться байпасом от основной трубы водоснабжения, входящей в дом. Бак у нас выполнен из пластика. Объем его 750 литров. Вы можете использовать как больше, так и меньше бак. Это все зависит от ваших нужд и от его расположения. На баке у нас находится вот такой вот удобный воздушный клапан, то есть его можно открыть, закрыть, и вода у вас не закиснет, когда вы уедете на, допустим, несколько дней. На баке располагаются два вот таких вот входа на дюйм и второй вход точно такой же на дюйм, только под поплывок. Сюда устанавливается поплывок. В принципе, его работает такой же, как на унитазе, то есть вода попадает в бак, заполняет его полностью, поплывок поднимается до такого уровня и тем самым перекрывает входящую магистраль. Рекомендуемое максимальное, точнее рабочее максимальное давление для данного бака 6 бар. Но я думаю, что если у вас существуют какие-то проблемы с давлением, то 6 бар, то есть более 6 бар у вас вряд ли когда-то будет. Поэтому можно устанавливать это все без регулятора давления. Соответственно, бак у нас наполнился, в нем у нас, как в аккумуляторе, хранится необходимая нам жидкость, которую мы будем в дальнейшем использовать. Внизу бака у нас расположились два выхода на 3 четверти и на дюйм. Я рекомендую использовать дюймовый выход, от которого, собственно, труба уже пойдет к насосной станции. На пути к насосной станции обязательно рекомендую установить запорный шаровый кран и обратный клапан. В данном случае в этой станции есть обратный клапан. Также после насосной станции тоже надо установить будет запорный шаровый кран, чтобы, если что, можно было данную станцию снять и отремонтировать. Собственно, какую же станцию установить? Станции существует масса вариантов, там, начиная от 5-6 тысяч рублей, которые с баком такие, сверху мотор. Я как бы негативно отношусь к таким станциям в данном случае, потому как они очень сильно шумят. Я думаю, вам будет крайне некомфортно пользоваться такой станцией в частном доме, либо в квартире. Представляете, она ночью затарахтит. Вот слышали, как воздушный компрессор, которым колеса качают, затарахтит. Вот так же у вас затарахтит ночью. Весь дом просто проснется и будет крайне некомфортно. Поэтому рекомендую использовать насосные станции от фирмы Глюнфос. Это либо Scala 2, либо MQ. Вот в данном случае я даже рекомендую использовать Scala 2, так как она имеет верхний порог по давлению. У MQ, к сожалению, такого порога нет. Данная насосная станция имеет двигатель с изменяемой частотой вращения и полностью она бесшумная. То есть, у нас частотник двигатель. И когда вы открываете, допустим, один кран, у вас такое давление, открываете второй кран. Даже если он где-то далеко, у вас будет в обоих кранах одинаковое давление, благодаря тому, что станция меняет частоту вращения. И, собственно, станция у нас уже будет забирать, всасывать в себя всю необходимую воду из бака и подавать во все точки водоразбора. Такой станции хватит вполне для частного дома, для полива, для мойки автомобиля. И можно будет даже втроем принять три разных душа и всем хватит воды. По мощности такая станция выдает 750 Вт, чего более чем достаточно. На станции есть регулировки по максимальному давлению, также индикации ошибок. И, собственно, что мы получаем? Насосная станция. После насосной станции у нас уже выходит труба, которая устанавливается на магистраль водоснабжения. То есть, у нас вот так вот шла магистраль водоснабжения, допустим. Здесь вот так вот через байпас пошла в бак, зашла в бак, из бака пошла в станцию. И станция уже обратно вернулась в систему водоснабжения. Тем самым мы имеем очень хороший запас по воде, 750 литров. Если учитывать, что у нас, допустим, такой прибор, как душ, стиральная машина и прочие потребляют по 10 литров в минуту, то такого бака на один прибор, то есть, нам хватит достаточно надолго. Даже на три прибора нам хватит надолго. И на полив, и на все. Можно поставить еще больше бак. Я видел, люди ставят и еврокуб, которые в обрешетке, они более дешевые, если брать их в БУ. И я считаю, что это самая оптимальная и самая удобная схема повышения давления. К этому видео я приложу схему подключения данного бака и данной насосной станции. Вы можете поставить видео на паузу и все внимательно рассмотреть. Что, как, куда поставить. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было полезным для вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok